Друзья, всем привет! С вами Ильна Аршайдзуллин и добро пожаловать на сегодняшнее видео. По многочисленным просьбам наших подписчиков сегодня мы снимаем видео урок о том, как же начинать работу над записанным трекингом, в частности, как начинать работать с гитарами, с записанными гитарами. У нас здесь имеются электрогитары, акустических гитар у нас тут нет. Давайте послушаем хотя бы фрагменты из записанного материала. Давайте послушаем дабл этой гитары. Ну, я думаю, ситуация ясна. То есть одна и та же гитара, записанная дважды, а может быть и две разные гитары, но партия у них одна. Также у нас есть еще два трека. Электрогитар тоже, как мы видим, они даблом прописаны и еще две гитары. Вот эти вот две гитары, но о них позже. У начинающих звукооператоров, может быть, у музыкантов, кто дома занимается записью своих собственных композиций, часто возникает вопрос. Вот записал я гитару, а что же дальше? Ну, во-первых, нужно послушать записанный результат. Ну, с вами мы уже послушали. Первым шагом является фильтрация нижних частот. Давайте воткнем какой-нибудь фильтр в ячейку Insert. Фильтр — это разновидность эквалайзера. Данное видео я делаю на примеры программы Cubase, но это может быть любая другая программа Ableton, Logic, Pro Tools, не имеет значения. Они очень похожи по своему функционалу, по структуре. То есть, инсерты ячейки есть практически в любой хост-программе. А вполне возможно, кстати говоря, что другие видео я буду делать и в других программах. Logic, Pro Tools. Ну, для того, чтобы проявлять разнообразие. Тем более, не все, наверное, из вас работают конкретно какой-то, скажем, не все, наверное, в Cubase работают. Может быть, кто-то в Sonar или в Logic. Но принцип везде одинаков. Заходим в ячейку Insert. Вот здесь она находится слева в поле инспектора. То есть, когда мы выделяем какой-то трек, слева появляется инспектор для конкретного трека. Давайте щелкнем ячейку Insert. И в первую, подчеркиваю, в первую ячейку мы втыкаем фильтр. Фильтры могут быть у нас и в эквалайзерах. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть. Какой-нибудь можно... Ну, Waves Q. Один самый простой фильтр. Так, выбрали. Далее. Активируем нашу полосу. Нажимаем вот отнююрку сюда. Далее. Выбираем режим работы. То есть, по умолчанию у нас установлен режим эквалайзера колокол. Так называемый или по-английски Bell. Нам нужен фильтр. Так, вот оно, колено. Написано High Pass. То есть, пропускать высокие частоты. Нам, соответственно, нужно, чтобы не пропускало нижние частоты. Вот и выбираем High Pass фильтр. Где-то он называется Low Cut Filter. Ну, здесь вот High Pass. Выбрали. Далее. Электрогитара в каком-то ансамбле, скажем, да, ну, рок-бэнд, она всегда звучит выше, чем бас-гитара. Да? Давайте можем еще разок послушать нашу гитару. То есть, слышно, что довольно низко она звучит. Можно послушать бас-гитару. То есть, можно заметить, что не такая большая разница, что ли, у них в количестве нижних частот. Вот. Возвращаемся к нашей электрогитаре. Нам нужно отфильтровать весь низкочастотный диапазон. Это примерно у нас, скажем, до 200 Гц. Примерно. Можно включить воспроизведение и уже на ходу подвинуть нашу границу к 200 Гц. Давайте включим воспроизведение. Ну, вот уже видно, что наш фильтр начал заметно работать. Может быть, кому-то покажется, что гитара стала какой-то слишком тонкой, неполной. Но в миксе она будет звучать нормально, скажем так. Не будет конфликтовать с бас-гитарой. Если же мы не будем фильтровать у гитары, может быть, и клавиши даже, и остальные все инструменты, кроме бочки и баса, то есть кроме нижнечастотных, низкочастотных инструментов, то они будут вступать в так называемый частотный конфликт. Неважно, как звучит инструмент сольно, то есть индивидуально. Главное, как он звучит в миксе. Давайте теперь я буду наш прибор включать и выключать во время воспроизведения. То есть вы можете заметить, что разница просто колоссальная. Далее можно то же самое выполнить с нашей второй гитарой. Поскольку они ритмически играют одинаково, то есть длительность их одна и та же, то есть смысл эти две гитары расставить по сторонам. То есть одну влево, другую вправо. Потому что если они будут звучать оба в центре, то это не будет очень хорошо. Они будут мешать друг другу. Так, ну для начала вторую гитару нам нужно тоже отфильтровать. Так. Давайте послушаем сначала. Ну явно, явно здесь нужна фильтрация. Опять же заходим в наши ячейки insert и в первую ячейку вставляем какую-нибудь. Фильтр. Можно абсолютно любой, даже встроенный. Ну мне как-то вот удобнее простым Waves Q1 однополосным фильтром пользоваться. Также активируем нашу полосу. Выбираем режим High Pass. Ну и отрезаем, скажем, до 200. Если немножко меньше, немножко больше, отрежете. Ничего страшного. В миксе оно не будет слишком так все заметно. Давайте послушаем после фильтрации уже. Теперь давайте послушаем поочередно две наши гитары. Сначала первую послушаем, потом вторую послушаем. Возвращаемся к нашей первой гитаре. После фильтрации желательно нам какой-нибудь повесить компрессор. Здесь уже видно, что была использована компрессия при записи. То есть видите, такая ровная линия. В отличие от бас-гитары, то есть где волна идет то вверх, то вниз, то здесь более прямая, она ровная. Но все равно здесь нужно немножко компрессии использовать. Так, давайте зайдем в Insert. И в разделе Dynamics можно уже найти какие-то компрессоры. Так, какой бы нам использовать? Ну давайте встроенный что ли возьмем. Вот он, встроенный наш компрессор. Так, отключаем здесь ручку, кнопочку авто на параметре Makeup. То есть это автоматическая компенсация громкости. Она нам не нужна. Хотя, хотя, давайте-ка мы возьмем попроще. Что ни у кого вопросов не возникало, как использовать те или иные ручки. Давайте возьмем попроще. Так. Ну вот, достаточно, наверное, взять CLA 3A Mono. Поскольку у нас монофонические наши дорожки, то нужно взять Mono. Вот этот. Вот этот попроще. Тут всего-то две ручки. Так. Давайте уже во время воспроизведения будем подстраивать наш прибор. стрелочка должна примерно срабатывать на минус 3 децибела. Ну, там уже больше на слух надо ориентироваться. Ну, вот примерно. Ручкой Peak Reduction я сделал так, чтобы стрелочка срабатывала примерно на минус 3. Ну, а иногда она и на минус 4 подскакивает. Вот. Ручка слева – это гейн, то есть усиление. Бывает такое, что при компрессировании громкость иногда падает. Вот ручка и гейн, так она и компенсируется. Это громкость. А можно и потише сделать. Скажем, ну, не нравится нам громкость. Можно тут же ее и убавить. Вот. Компрессию небольшую мы выполнили. На первой гитаре. Давайте послушаем еще разок с компрессором и без компрессора. Разница, может быть, не такая будет и большая. Давайте послушаем. Без компрессора громче звучит, потому что у нас параметр гейн, он уже вырулен в большую сторону. Вот я немножко сейчас убавил. Давайте послушаем. Не знаю, слышно у вас или нет, но разница все-таки есть. С компрессором и без компрессора. То есть, с компрессором гитара звучит как-то, ну, немного по причёсанней, что ли. То есть, немного глажа. Как-то она вот звучит. Можно еще немножко попробовать компрессии добавить. То есть, увеличить порог срабатывания. Давайте послушаем. Да. Вот когда на 5 децибел срабатывает, то здесь уже как-то еще глажа она звучит. Но уровень немножко, конечно же, у нас упал. Немножко я компенсировал уровень. Далее. Что после компрессора? После компрессора обычно, особенно на электрогитарах, где звук, скажем так, не всегда яркий, то есть смысл эти верхние частоты нам добавить. Давайте попробуем добавить. Чем же добавить? Для этого используется эквалайзер. Но не всякий. Здесь эквалайзер можно использовать на добавлении частот, то есть на увеличении этих частот. Желательно использовать эквалайзер по качественнее, скажем так. Нежелательно использовать какие-то встроенные в Cubase, в данном случае может быть там Logic. Ну, они, скажем так, не очень хорошо работают на добавлении частот. На уменьшении, на ослаблении частот, да, их можно использовать, но на увеличении не всегда хорошо. Давайте посмотрим, что у нас есть. Так, ну, какой-нибудь, я думаю, Renaissance эквалайзер можно взять нам, четырехполосный, Mono. Давайте его и возьмем. Вот, есть у нас эквалайзер. Давайте уже на ходу будем добавлять частоты. Ну, послушаем. Все-таки нужно еще нам кое-что здесь отрезать. Вернее, ослабить. Это, наверное, область нижней середины. Все-таки гитара немножко бубнит, по-моему. А в миксе это не прям так будет хорошо. Звучать. Но, если мы увеличим область верхней середины, скажем, это район двух килогерц, то субъективно будет звучать так, что у нас убавилась область нижней середины. Область нижней середины – это примерно 250-500 герц. Давайте попробуем область верхней середины поднять. Вот, выберем вот эту полосу. И где-то в районе двух тысяч герц ее поставим. Ну, и увеличим децибелы хотя бы на три. Но нужно это делать во время прослушивания. Ну, по-моему, немножко все-таки нужно выше, наверное, ближе к трюм. Ну, по-моему, вот так как-то лучше. Может быть, немножко убавим усиление до 4 децибел. Вот, а теперь попробуем в области нижней середины убавить. Но во время прослушивания. Да, разница есть. Вот, когда я поставил почти на 250 герц с ослаблением 3 децибела, то все-таки гитара как-то стала звучать легче. Немножко выше, что ли. Но, во всяком случае, нет вот этого бубняжа. Вот. Это мы выполнили. То есть основное, основную работу над гитарой по ее очистке мы выполнили. Дальше. А послушаем нашу вторую гитару. Замьютируем первую. Вторую послушаем. А теперь послушаем опять первую. Ну да. Разница большая. И примерно нужно сделать такое же звучание и у второй гитары. Можно, конечно, скопировать настройки. То есть первой гитары. Но желательно, конечно, все это на слух делать. Так, у нас там был компрессор. Выберем компрессор. Ну, можно такой же выбрать. Выбрали. Теперь во время прослушивания будем регулировать ручку пик редакшн. Это то же самое, что ручка трэшилд. Ну, вроде как зажали на 5-7 дБ, но все-таки по-другому. Звучит. Послушаем опять нашу первую гитару. Ну, вообще нет. Совсем по-другому звучит так. Дальше. После компрессора нам нужно также эквалайзер. И вполне возможно, что его настройки уже будут отличаться. Вот первого. Так, ну, выберем, какой у нас там был ренессанс. Вот его и выберем тоже так же, четырехполосный. Так. Пока что мы гитары по краям не разводим, потому что это лучше делать, когда гитары обе по центру. Если же мы их по краям разведем, то, поскольку они будут на разных каналах, на разных сторонах, нам очень сложно будет их настроить. Так. Ну, давайте начнем. Уже во время прослушивания будем сейчас регулировать. То есть наша задача две гитары перевести, ну, скажем так, к единому знаменателю. То есть сделать их звучание схожим. Поехали. Все-таки внизу почему-то у нашей гитары какой-то там призвук. Так. Вызовем-ка наш фильтр. Так. Давайте-ка на 200, а может быть и выше. Подрежем. Слушаем. Вот так уже вроде как лучше. Возвращаемся к нашему Renaissance Equalizer. Так. Так. Ну, вроде как уже становится ближе к первому. Давай теперь сравним. Послушаем второй, а потом послушаем первый. Так. Все-таки у второй гитары есть какой-то вот такой призвук в нижней середине. Но здесь еще дело в том, что у гитар-то тембр разный. Поэтому прям вырезать какие-то отдельные частоты, я думаю, это было бы неправильно. Их как-то нужно все-таки уравновесить. Но задача нашей не стоит сделать такой же тембр. Главное, чтобы никакая из гитар не перевешивала. Так. Давайте еще разок послушаем первую. Так. Придется, наверное, нам у второй гитары добавить верх. Да. Так и есть. Придется добавить верхних частот. Вот здесь у нас есть четвертая полоса. Наверное, в режиме шельф. То есть, так называем, полочкой. Вот эти у нас полосы, они в режиме белл, колокол. А это будет в режиме шельф, наверное. Давайте уже походу посмотрим. Так. Возвращаемся к первой гитаре. Ну, вроде как стало лучше. Теперь наши две гитары попробуем развести по сторонам. То есть, первую гитару влево, вторую вправо. А можно наоборот влево. Вот здесь также в инспекторе чуть выше наших ячейк инсерт есть регуляторы громкости. Вот первый. Далее вот панорамник. Первый мы вырулили влево. Второй нужно вправо. Если гитар несколько, скажем, и звучат они одновременно, то какие-то из гитар пар вернее гитар нежелательно до конца вправо или влево вырули. То есть, скажем, у нас вот еще две гитары скажем на 53 допустим можно, да? Вот. То есть, чтобы не было каких-то лишних конфликтов. Вот. Наши две гитары мы распанорамировали. теперь послушаем. Так. Все-таки, я думаю, нужно еще компрессии. Так. Возвращаемся к нашим компрессорам. Еще послушаем. Так. Нет. Так. Вот так. Возвращаемся ну, вроде как, уже звучит очень даже похуже. Разве что нужно гитары немножко от краев ближе к центру подвинуть. вот так послушаем. Вот так уж другое дело. Не знаю, правда, как будет это звучать в колонках там или мониторах. я в данный момент я в данный момент нахожусь в наушниках. Поэтому в наушниках с панорамой особо не надо так работать. Вот. но по-другому по-другому никак в данный момент. А вы уже у себя там на колонках пробуйте, экспериментируйте. Как вам больше нравится, так и крутите. Так. Ну, вроде основное мы разобрали. Вот. Что можно дальше с гитарами? То есть что касается обработок в insert здесь вроде как все. Кто-то там бывает добавляет какие-то богатители, хансеры, эксайтеры, сатураторы, еще что-то. Но это обычно в случае с каким-то может быть не очень хорошим инструментом или не очень качественно записанным трекингом. Но у нас вроде гитары записаны неплохо. Вот. Далее уже обычно идет обработка эффектами. Там скажем дилей, ревера и так далее. Но поскольку у нас проектик не готов пока что еще, поэтому говорить рано. В следующих видео я вам покажу как я буду сводить трек с нуля. То есть с чего я вообще начинаю. Не с гитар, а вообще с того момента, когда я закидываю все дорожки в проект, я начинаю не с гитар. Вот. Просто это видео я снял для вас. То есть те, кто спрашивал, я записал вот гитару, что мне дальше делать. Так что всем пока!